Здравствуйте! Это программа «Своими глазами». Проводя активное лето, мы потихонечку все стекаемся в город, в родные пенаты. И готовимся чаще всего морально к началу нового рабочего года. На телевидении новый рабочий год называется новый телевизионный сезон. И подготовка к нему, как правило, захватывающая и активная. Собственно говоря, именно этим мы сейчас и занимаемся. И очень надеемся порадовать вас в нашем новом телевизионном сезоне. А пока сезон уходящий, так что смотрите сами своими глазами. Автомобиль для мужчины – это значительно больше, чем предмет, обеспечивающий перемещение с места на место. Отношение мужчин к собственному авто имеет различные окраски и оттенки. В зависимости от темперамента и эмоциональности, а также сексуальных отношений. Поэтому попробуем составить классификацию мужчин по отношению их к собственной тачке. Итак, маньяк. Подметает, честит, полирует свою машину. Перед выездом пылесосит всю обивку в салоне. Сиденье, стойки, потолок, а также все-все-все в багажнике. Но ездить не любит. Волнуется на переполненных транспортом улицах, особенно в поисках парковки. Но тем не менее, любит посидеть в автомобиле перед своим домом или перед гаражом. Ненавидит пассажиров, даже своих родственников. Ведь от них столько грязи, пыли и царапин. Консультант. Временно лишился автомобиля. Ездит пока пассажиром. Но беспрерывно подсказывает водителю. Поучает, делает замечания. Указывает явные ошибки. Ноги у него тоже постоянно дергаются. Он тормозит. Регулярно хватается за руль, чтобы подружески помочь и спасти. Высаживаясь из автомобиля, демонстративно массирует сердце и глубоко дышит. Мазохист. Жутко боится ездить. Но вынужден, так как все знают, что он автомобилист. Перед каждым выездом проверяет все поочередно. Тормоза, фары, все сигналы, систему управления. Заглядывает в аккумулятор. Салон увешан различными амулетами и талисманами. Собравшись наконец в путь, со слезами на глазах прощается с семьей и даже с соседями. Поворачивая за угол, тут же либо налетает на гвоздь, либо врезается в поребрик. Нарцисс. Беспрерывно фотографируется. В автомобиле. У автомобиля. Под автомобилем. У красавчика и машина красавица. В блестящем лаке которой можно увидеть собственное красивое лицо, подвигивающее самому себе. Самое яркое и запоминающееся событие в жизни практически каждой счастливой девушки – это, конечно же, свадьба. И первое, что приходит на ум в связи с этим – конечно же, свадебное платье. Оно все непременно должно быть самым лучшим и не похожим на другие. Самое необычное свадебное платье до сих пор поражает своим видом посетителей музея в Сан-Франциско, где оно выставлено в качестве экспоната. Платье осенней коллекции именитого дизайнера Ивсен Лорана представляет собой красивый кокон, связанный вручную плотной вязкой. Этому наряду уже 44 года. Кроме того, в мире искусства существуют и другие удивительные свадебные платья, поражающие взгляд и воображение. Так, например, платье, созданное британской художницей Сьюзи МакМюри, сшито из весьма нестандартного материала. Оно сделано из 1400 резиновых перчаток. Этот оригинальный наряд выставлялся в Нью-Йоркском музее искусств и дизайна и вызвал необычайный ажиотаж. Блеском своим, в прямом смысле этого слова, поражает и другое свадебное платье. Выглядит оно действительно весьма экстраординарно и сверхтехнологично. В него вшито 300 светодиодов, что позволит любой невесте блистать во время торжественной церемонии. Все батарейки дизайнеры спрятали в юбке, для того, чтобы платье получилось беспроводным. Следующий наряд для невесты изготовлен из весьма деликатного материала. Это туалетная бумага. Создательница этого платья, Эн Кавага Ли, выиграла конкурс на лучшее свадебное платье из этого нестандартного, но такого всем знакомого и родного материала. Также существуют платья, рассказывающие целые истории. Платье невесты, представленное в Национальном музее американской истории, сшито из парашюта. Этот парашют спас жизнь пилота Клода Хенсергерса. Его самолет был подстрелен в 1945 году в Японии. Клод спасся, а через два года попросил руки у своей невесты Рут. Затейник Клод захотел видеть свою счастливую избранницу на церемонии бракосочетания в платье сшитом из спасительного парашюта. Еще один свадебный наряд, точнее два, для жениха и для невесты является поистине удивительным. Дело в том, что фактически самих нарядов нет, потому что они нарисованы на телах будущих мужей и жены. Наряды очень искусно имитируют настоящую одежду и отличаются от стандартных свадебных одежд тем, что нисколько не ограничивают фантазию молодоженов. Ведь нарисовать можно все, что угодно, и даже то, что нельзя воплотить с помощью ткани. А это свадебное платье дизайнеры из Нью-Йорка создали из 12,5 тысяч презервативов. Будьте оригинальными, будьте в коротком, будьте в очень длинном, будьте в белом или в зеленом, будьте в совсем нестандартном. В общем, в чем бы вы ни были, будьте счастливы и горько. 24 августа 1853 года, то есть ровно 158 лет назад, были впервые изготовлены картофельные чипсы. Как и многие другие культовые изобретения, чипсы появились случайно и проделали долгий путь на рынок, став в результате одной из самых потребляемых закусок в мире. Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз не пробовал эти хрустящие картофельные дольки. Вспомните хотя бы наш любимый советский жареный картофель в коричневых пакетиках. Ну а в настоящее время рынок чипсов насчитывает десятки производителей и сотни наименований продукции. А начиналось все так. Итак, 24 августа 1853 года Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Монзлейк Лодж в городе Саратого Спрингс, это штат Нью-Йорк, впервые приготовил картофельные чипсы. Один из клиентов этого ресторанчика наотрез отказался от порции фирменного блюда шеф-повара жареного картофеля, ссылаясь на тот факт, что дольки картофельные слишком толсто нарезаны. Рассерженный повар настриг картошку ломтиками толщиной с бумагу и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара клиент не потребовал жалобную книгу, а пришел в восторг от нового блюда. В результате чего повар Джордж Крам вошел в историю как изобретатель самого известного в 21 веке блюда. Вскоре саратогские чешуйки или саратога-чипс завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. Но на этом история не заканчивается. Через некоторое время Крам открывает свой ресторан, где на каждом столике расставлял он корзинки с чипсами. Ресторан быстро стал модным местом среди приезжих на курорт богатых американцев. А в 1895 году уже другой американец Уильям Теппентон начинает мелкосерийное производство чипсов. Сначала на собственной кухне, а позднее на собственной фабрике. В 1926 году Лора Скадер предложила упаковывать чипсы в ващеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальние расстояния. И появился своеобразный бренд – пакетик чипсов. К тому же и продавцам уже было меньше работы. Покупатели могли сами брать пакетики со стойки магазина. В 1932 году Херман Лей учреждает в Нешвилле штат Теннесси марку Лейс, которая стала первым национальным брендом чипсов, дожившим и до наших дней. В конце 50-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970 году жареной картошке впервые было продано более чем на 1 миллиард. А сегодня только в одной Америке ежегодно продается чипсов более чем на 6 миллиардов долларов. Чипсы воистину стали одним из самых распространенных и любимейших продуктов. Появились чипсы из моркови, свеклы, редьки. Гурманы оценили чипсы из яблок, груш и экзотических фруктов. Но, как и все, чипсы тоже хороши в меру. Не забывайте об этом. А пока с именинником. И, думаю, смело можно отметить этот день одним пакетиком. Школы Древней Руси Школы Древней Руси, в принципе, ничем кардинальным от современных школ не отличались. Обучение было церковное и семейное, то есть тоже коллективное. Различия касаются отдельных элементов школьного образования. Оказывается, раньше дети писали не в тетрадях, а на специальной дощечке, которая была покрыта воском. Для взрослых были свои заготовки из бересты. Писали школьники не пером, не ручкой, а палочкой, которая называлась писала. Чернила делали из черных ягод или смешивали мед с золой. Так что любую кляксу ученик мог слезнуть с огромным удовольствием. Своеобразным было и освещение в классах древних школ. На специальную подставку укладывались металлические пластинки. На них две палочки, лучины. А на пол для безопасности ставили горшочек с водой, куда падали щепки подгоревшей лучины. Занятия проводились легко и непринужденно. Зато наказывали шкалеров очень строго. Шлепали розгами по попе. А после этого еще и в угол ставили голыми коленками на горох или кукурузу. И стоял ученик там пять-шесть часов к ряду. Так что тяжело было в учении. Да и в наказании непросто. В новый сезон мы бы хотели прийти с новыми лицами. А вот с этим мы обращаемся именно к вам, наши дорогие телезрители. Если вы чувствуете в себе силы оказаться по эту сторону экрана, если есть в вас творческая жилка и желание стать корреспондентом нашей программы, присылайте свои заявки, резюме, пробное или профессиональное видео на наш электронный адрес своими dfis.tnt.mail.ru Ждем и надеемся. А пока, до встречи через неделю.